Жители Первомайского района встретились с главой Владивостока для обсуждения волнующих моментов. Граждане обозначили проблемные точки и задали вопросы. Владивосток получит 4,3 миллиарда на те инициативы, которые мы заложили. В основном это будет касаться сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения. Это те инициативы, которые, я понимаю, нужно выполнять в первую очередь. Это важные потребности муниципалитета. После встречи с жителями глава города посетил проблемные точки района и дал поручение. Первым местом стала парковка скорой помощи на улице Калинина. Двор и прилегающая территория всегда заняты и станция испытывает трудности. Специалисты подобрали подходящий участок, где после официального оформления и будет организована зона для скорой помощи. Парковки для 9 автомобилей скорой помощи, которые курсируют от самой станции, просто нет. Нет парковки, нужно принять какое-то системное решение. Мы подобрали два возможных земельных участка. Сейчас сами сформируем границы и предложим в бессрочное пользование станции скорой помощи. Дали дело уже за организацией благоустройства и установки шлагбаумов для комфортной работы станции. Светофор и остановочный павильон появятся на Кольце Запорожской. По словам мэра, сейчас территория выглядит хаотичной и требует обустройства. Достаточно такой плотный поток пешеходов негативно влияет на сам трафик. Зарегулируем, поставим светофорный объект. На самой остановке на Кольце выявили три незаконных торговых павильона. Приняли решение об их демонтаже. Вместо этих павильонов будет установлен павильон остановочный. Также благодаря встрече с гражданами на остановке детский парк установят современный остановочный павильон с табло прибытия. В районе торгового центра Махаон на Окатовой благоустроят лестницы и тротуар. И разработают проект по ремонту подпорной стены на Калинина 111. Олег Завьялов, Елизавета Драгомирова. Новости на восьмом.